Ааааааааааааа Как вы уже поняли, эта история не только о потрясающих греческих пляжах, ошеломительных каньонах и сиести, не только о ценах на топливо, на продукты и о дорогах, но и о реальной жизни, тех неприятностях, которые иногда случаются с нами в пути. Если коротко, то впереди 48 минут реальной Греции и настоящей жизни. Это Мраморное море, а это мы, мятые, проснувшиеся и собирающиеся сегодня преодолеть границу с Грецией. Через 100 километров у нас будет самое интересное в этом путешествии – вхождение в Шенгенскую зону. Перед границей с Грецией надо заправить полный бак, ибо там полный бак выйдет 110 евро. А у нас сейчас получилось 81 литр, 442 лиры, 6 небольшим. Спасибо. А оказывается, в турецком языке для обозначения греков используются два слова – юнан и рум. Юнан – это грек, живущий в Греции, в Юнанистане, а рум – это грек, живущий в Турции. Дело в том, что во время большого переселения, когда миллионы людей из Турции и Греции были переселены между собой, множество ситуаций возникало, когда переселенец не знал языка той местности, в которую он попал. Поэтому у турок теперь рум – это грек, живущий в Турции, а юнан – это грек, живущий в Греции. Подъезжаем к границе. Уже? Ну, турки нас выпустили вообще без проблем, даже не досматривали автомобиль. Здесь мы уже начинаем видеть кресты. Пересекли реку Маритсу, которая является границей между этими двумя государствами. Все? Все, Греция, вот Греция. Ну что, ни одного дольше досмотрения, ни окошка, всего? Все, что ли? Ну все. Серьезно? Ехали? Нет. Удивительно, мы даже машину не досматривали. Это как-то очень просто. Ну, даже бокс не открыли просто, хотя мало ли мы там трапку везем. Ну да. Мало ли. А ведь везем. Может, человеком и так везем. Слушай, ну, ты как же, по-моему, не париться, честно говоря. Сумма у меня бокс после турции. Разрезанная по частям. Мы приближаемся к тоу-посту, то есть поста оплата. А, короче, почти 2 евро. Я только сотка. Прощай, сотка. 1,7. 1,7. 1,7. Где это такое, можно? Мелочки. Нет. Мелочки. Ты говоришь в английском? Нет. Мелочки. Не очень. Я понял, что немножко. Где ее возьми? После границы. Хорошо, что ты к столу-посту не остался. Спасибо. Спасибо. И еще один долг, ну платная дорога у них совсем не похожа на платную, 2 евро, 160, 160, просто фью-фью, фактически мы сейчас потратили больше, чем за всю Турцию. Стреляют, блин, наверное, согласно, как стреляют, что нельзя взяться, ну так чуть-чуть, наверное. Давай нам 2 капли максимум. Едем к метеорам. Единственное, конечно, метеоры нужно спадать с утра, потому как завтра, тем более, еще и суббота, народу будет много. Ну, до них еще комментов 300. Вот эти штучки, это где люди разбивались, что ли? Очередные 2 соточки уходят в греческую казну. Есть у нас примета такая, в новую страну с дождем приезжать. Прям я перенесся где-то лет на 5-7 обратно, и автобус такой же, он старинный, и века. Какая-то фигня залетела к нам. Мы сегодня проехали 735 километров, и остановились где-то около города Янина, или Янина, где-то в поле. Зачем-то пересекли Грецию с восточной ее стороны до западной, почти до границы, там осталось буквально километров 30, и будет уже Македония, Албания и так далее. Зачем мы это сделали, я не очень понял. Зачем мы не хотели это делать, мы хотели заехать до Метеор, но там была парковка крутая, но мы на нее не заехали. И после этого парковок уже не было, и съездов не было, и места, где остановиться не было. Ну и вообще грустная история в итоге получилась. Поэтому сейчас мы пойдем исследовать Викас-каньон. Алена вон моет хвост. Видите, это у нее хвост. Вот на это все время вода и расходуется. Так бы у нас воды хватало бы на неделю бы, но Алена моет хвост. Вот идет Алене хвост. У нас здесь сложность есть уже несколько дней. Но мы думали, что она пройдет. У Алены отит. Там сейчас не отит, в общем, она сказала, что скорее всего присоединилась в испаление, и там теперь чирит. Когда он зреет, это адски больно. Выписала, в общем, она мне сильный гормон, который надо колоть в мягкое место. Надо еще найти это лекарство для начала. Вчера, когда мы ехали в тоннелях туда-сюда, я почти ничего этого не снимал, хотя очень хотелось. Алене было очень больно. Это было просто, я ни с чем не могу это передать ощущение. Даже у меня немного ухи от того, что постоянно закладывала, раскладывала их. Я чуть не умерла просто пока вчера. Устали вообще мужа, а у нее, наверное, вообще было жестко. За заметки, не знаю, чем закончится, но за заметки больного. Я надеюсь, я выживу. Каждый раз у нас баррелиоз был там. Ну, про баррелиоз тоже ничего не говорили. Не говорили, да? Ну, тогда и не будем говорить, вы решишь это. Правда, никогда не вставила? Неа. Ну, ничего, я тоже первый раз вставила. Было вроде как страшненько, но ничего страшного. Даже когда у нас уже практически закончилась еда, мы продолжаем нашу благотворительную акцию и кормим всех страждущих, худых животных этого мира. Это для него просто первый путь. Собак тут двое. Но одна боится всего, вторая нет. Приходится одну отвлекать, вторую накладываете. Тихо мячет. Облизывает. Как-то так вот приходится подкармливать местных породистых бездомных собак. Мы в Загорье приехали к Викусу каньонов, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса в 1997 году, как самый глубокий каньон в мире и самый узкий. Между его обрывами 1100 метров, а глубина его 900 метров. В Турции с нами все здоровались. Вот от мала до велика. Все улыбались нам и говорили, типа, что-нибудь по-своему. А здесь европейцы вообще неприветливые. Вот к этому мосту мы еще поедем, вот к этому мосту мы еще поедем. Вот он каньон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот ты идешь такой, идешь такой, а вот туда 900 метров просто сразу вниз. Резко-резко. Просто фью. Помните, я говорил про курящих женщин? Мужики не курят, одни женщины. Правда, ты поднялся, тут такая красота, природа. И теперь мы просто все воняем, все воняем. И главное, что реально одни женщины везде курили. Сколько вот мы едем, поехали в микро-попинго, и поедем к морю. Ну, через Венину, конечно. В Венине купите лекарства. Фигово болеть в путешествиях. Вообще фиг. Хочу обратить внимание, что сегодня суббота, смотрите, парковка к этому месту. Мы едем в микро-попинго. Я не знаю точно, так как я читал об этом месте очень давно. Ну, в общем, там, типа, дорога мега опасная. Прям вот, прям, вот сейчас съездим посмотрим. У нас другого варианта нет. Ну, Алена очень хочет, она же садист, ей кайфово, когда у нее в ушах там все. Поэтому... 27 километров по серпантину вверх. Та самая дорога, которая, видимо, той девушке вызывала восторг, страх и панику. Что ж там такого страшного и панического? Внешне выглядит, как обычный дагестанский серпантин. В Дагестане серпантин еще и поопаснее, как мне кажется, были. Брались мы на самом верх, на микро-попингу. Обычный серпантин, никаких дискомфортов нам он не доставил. Местные электрические столбы зовутся Денуми. Как ты, боец? Ужасно. Сейчас поедем в Янину искать таблетину. Здесь очень много пешеходных маршрутов. Отель и спа. Еда, кофе и бар. Так-то так-то. Так-то вот так вот. Так-то вот так. Вот так-то так-то. Садистская дорога. Ай! Ай-яй-яй! А ты на горе контент делаешь. Ай-яй! Блин, это и пар. Ай-яй! 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 Может, тут лопнет сейчас, а? Да, нагрузки. Мама, если ты видишь это видео, ты спрашивала, как у меня ухо. Вот так! Блин, никогда такого не было. Что-то так мучительно больно. Будет еще уколы делать. Это еще веселее будет. Там все просто. Там главное, иголку вогнать достаточно по глубине. Для этого надо резко это сделать. То есть тебе надо резко взять и вот так... Это просто не веселье. Я тоже не умела делать уколы. Вот. Когда надо было, я сделала. Нормально, что это смотришь. Просто как дротик, короче, пыльнуть, да? Да. В Загорье, вот в этом районе, в котором мы находимся, очень много мостов, сделанных из сланца. Того самого материала, из которого здесь сделано все. И заборы, и дома, и крыши домов. Абсолютно все сделано из сланца. И в том числе мосты. Закончим с Загорьей. Тут куча пешеходных маршрутов и так далее. Но для такого ознакомительного туризма, я думаю, одного дня здесь предостаточно. Места интересные, мне понравилось. Хорошо. Тут разнообразие. Да, здесь огромные территории. Горы, горные реки холодные, водопады есть, мосты, к которым мы едем. Сланцевые, эти деревья. Сланцевые города, я бы назвал так сказать. То есть все из сланца сделано. Отличное место для тех, у кого нет машины, кто хочет много куда сходить и не хочет ехать в одно место на день, а хочет остаться там на недельку, к примеру. Я думаю, здесь достаточно... Разных маршрутов, разнообразных, да, чтобы провести свой досуг. Продолжение следует... Сейчас отвалится. Сделать контент на горе плохо. Давай, друг, пока. А здесь на каждом углу стоят вот такие мини-храмчики. Внутри икона, свеча. Стоят в самых непредсказуемых местах и их очень много. Прям очень много. Ну вот было предположение, что в этом месте кто-то погиб, приезжают в этом родные и зажигают свечу. Столько, извините, аварий, что ли? А сколько на дорогах России стоит крестов могил? Кажется, меньше. Я думаю, просто ты их не так видишь, потому что здесь они стоят вдоль дороги у обрыва, а по стороне ты едешь, они в канавах там. Аптек в Венине открытых не нашлось, поэтому летим по Google Maps, навигатору в аптеку, которая работает, но она работает до 11 и находится она в 93 километрах отсюда. Открытая фармацевтика. Фармакея. Фармакея, вон, перебегай. Они мило предложили меня уколоть. Они все сделали за тебя. Да ты что? Да, теперь не случится твоя давняя мечта. Мне поставили укол. А в аптеке греческой. А что ты камера-то не взяла? Ну ебти, вот сейчас бы было бы контентно. Единственное, что немножко не то лекарство было, но они меня очень мило убедили, что одно и то же действующее вещество было. Такой бы сейчас секшен был. Там такая женщина была, ну таких пожилых, в общем, годов. Она говорит, типа, может, типа, сразу сделать укол. Я говорю, да, это будет очень здорово. И мило, с мышцами, таки, зашли просто за эту штучку. Она мне так стоя, причем просто гибила. Эпично. Так, как ты сказал-то, у меня болит ухус? Как они? Аналогус? А ты Атитус. Я им просто показала, потом уже когда сказали, я сказала, что типа, пейнен, а и... Мы едем к морю, к Ионическим островам, до 50 километров ехать. Мы около Ионического моря, климат абсолютно вообще другой. Какие-то тропики. Пальма мокрая растут. Все везде шумит. Все двигается. Непонятно, что здесь происходит. Эта хрень уже влетела. У нас воды вот нету, бензина нету. Еще ничего нету. Денег нету. И денег нету. Воды, бензина и денег нету. И еды. Будем спать. Завтра рано вставать. Сладеньких. Сладеньких. Доброе утро. Вот оно. Ионическое море. Добрались. Средиземное, мраморное, бракийское, если считать его морем. И вот оно теперь, Ионическое. Очень чисто. Сладеньких. Поехали! Музыка 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 Двигаемся на остров Левкада Там типа пляжи красивые Музыка Музыка Ну да, купаются народы, смотрите, это не мы единственные, не мы дурни Но мы все в одном месте репостили Поэтому мы, получается, на Диком пляже были Музыка 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 и в дни официальных государственных праздников все торговые точки Греции за небольшим исключением закрыты. Сегодня воскресенье. Если я есть хочу. Причем если сетевые супермаркеты, они еще в субботу там до 20 работают, и в будни там до 9 вечера, то небольшие магазины работают вторник, четверг, пятница с 9 до 14.30, потом у них вот этот перерывчик, и с 17 до 20, а в понедельник, среду, субботу с 9 до 14.30. Такие дела. Смотри, допустим аптека, закрыта, все закрыто. Так, а что делать-то нам? По поводу продуктов? Сегодня переживем еще, у нас там гречка, консервы. Ну поехали так к тому пляжу, и по пути что-то увидим, значит. Ну если увидим, увидим, не увидим. Ужасные дороги, вот уже точно можешь сделать вывод, даже платные дороги здесь очень низкого качества. Еще из-за них постоянно берут деньги, по сравнению с Турцией, если сравнивать, она бесплатная и идеальная, а здесь платные и ужасные. Первый пляж, который мы посмотрим, это пляж Милос. Возможно, он будет последним, очень жаркий. Если что, я не жалуюсь, это впервые так просто, что-то палец так болит. Типичный Крым, да? Мы нашли отличия Крыма и Греции, вот, это кактусы. Вот такой он Милос бич на острове Левкада. Мы, конечно же, к нему не пошли вниз, потому что мы уже купались в более уединенном месте. Единственное, что мы попали на момент, когда нету солнца, то есть вот сейчас вот такая дымка небольшая в небе, но зато нам не так жарко, как могло бы быть, так что в этих нюансах я все же за то, что была дымка. Едем дальше, следующий пляж через где-то 3 километра, что ли. Калафимико вроде. Прижо 307, Fiat, Volkswagen очень старый, Hyundai очень старый, Honda вообще не ездит. Вот, все махонькие, все вот такие вот, все старые, зашли в магазин, 10 евро не стало. Продолжение следует... Ученые пришли к выводу, что сиест способствует нормализации циркуляции крови, значительно улучшает память, делает проще обучающий процесс, предотвращает развитие депрессии и стрессов, значительно повышает работоспособность и поддерживает высокий тонус организма. Обычай настолько укоренился среди жителей Греции, что даже большие города в часы сиесты как будто вымирают. Закрываются лавочки, магазины, почти прекращается движение транспорта. Идеальная продолжительность после обеденного сна 30 минут. Если сон длится более 40 минут, то все его полезные действия сводятся на нет. Стоит относиться с уважением к этой традиции. Греки ее чтят. Когда видишь такой пляж, у меня сразу мысль, ааа, искупаться, море, 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 а у тебя такой... Так ты же когда купаешься, ты же не видишь этого пляжа-то. Водичка. Понимаешь, ну вот, ты даже далеко не плаваешь. Ты так, купишь, как пупыскался, пы-пы-пы, все, что ты боишься? Не умею плавать. Миш, ты просто не пробовал далеко плавать. Пробовал, страшно пипец. У следующего пляжа, к которому мы едем, будет имя Эгремни. Приехали. На мыс Левкада. Вот он, мыс. И все, открытое море. Больше ничего нету. Тропинка какая-то идет. Птички парят. Смотри, какая красота. Это да. Все, я не пойду. Не ходи, Алена. Алена, не ходи. Напиши расписку, что я сама пошла. Идеальная блюда. Особенно на фоне Айнических островов. Субтитры создавал DimaTorzok Птички парят. Птички парят. Птички парят. Субтитры создавал DimaTorzok На ночь красивый остров. Храмочки маленькие, которые стоят вдоль обочины. Называются Кадиллаки. Кадиллаки. Почти как Тина Канделлаки. Писалась в отзыве, что когда входишь в Кадиллаки, все время Тина Канделлаки только называется. Как в принципе мы правильно рассуждали, это места, в которых или случилась гибель людей, или могла случиться, но люди выжили, и как бы на это место ставят такие храмчики. Вот он маяк. Вот оно Ионическое море. В общем-то делать-то здесь нечего наверху. Вся красота внизу. Главное, что мне не болит духа. Поэтому у меня сегодня весь мир такой яркий, такой красочный. Вот этот маленький островок, это тоже часть большого архипелага Ионических островов. Их здесь сотни. Сотни маленьких, таких вот огромных, больших, как этот. И тут, похоже, пролегает какой-то маршрут. Возможно, это как раз таки маршрут, идущий в Италию. Потому что я когда изучал паромы, сильно был удивлен, на многие острова греческие из Италии попасть даже проще. Их довольно много идет. Пока мы здесь, часа полтора, уже три туда прошло, еще два идут. Причем все огромные такие, с автомобилями. Райнеры. Райнеры. Не лавировали, лавировали. Да не выловили, вали их. А он, наверное, в Италию плывет. Да, скорее всего, в Италию, потому что вот там как раз Италия. А вон машинка стоит. Из окна вообще будет потрясающе всего. Мы уже скоро обратно. Какие? Удивительно. Даже грустненько как-то. Смотришь себя как на краю мира где-то. Угу. Еще и маяк. Ну, в общем, место прям, да. Томчик, ребята, это Томчик. Пошли к чаю. Давай мы останемся наедине с этим видом. В Грецию стоит приехать хотя бы ради этого места, потому что оно, ну, правда крутое. Утро здесь выглядит так же волшебно, как и закат. И острова. Там, кстати, видны. Это Кефалиния. Там за ней Закинтос. А это мы. Записки больного. Ухо еще не прошло. Но уже лучше, да? У нас на Левкаде осталось еще три пляжа. Порто-Кацаки. И еще два. Акхеофилли бич. А, все, один. Акхеофилли птиковый бич. Российский бич. Акхеофилли птиковый бич. Акхеофилли бич. Субтитры сделал DimaTorzok Есть такое правило Одна полоса движения и местность горная Тот, кто забирается в горку, имеет приоритет Кто спускается с горки, должен притормозить Чтобы тот, кто поднимается, спокойно это сделал Особенно это касается на серпантинах и резких поворотах Здесь это не соблюдается абсолютно Все едут с таким выпущенными глазами И все В Турции были в основном лаканты Здесь таверны Таверна-кафе Алена нужна за рыбу, которой мы вчера не... Вчера ее не было Кончилась она здесь в местных тавернах Мы берем ее с собой Сами хотим приготовить Называется Нандорадо Маленькая рыбешка сейчас Алена ее принесет Стоит 15 евро Сразу вспомнилось, как мы за 100 рублей в Умбе Горбуши набрали, несколько кило Это горбуши Вкусные? Горбушные Короче Ее же они имеют ввиду только сами приготовят 15 евро это они готовят Но я в принципе не сказала 5 минут Дадут нам уже на гриле, но спокойненько ее перекусим Вот так вот Ну нормально Перекусить хватит Нандорада считается элитной рыбкой Сейчас будем есть элитную рыбку Мы привыкаем потихонечку к этим ценам Потому что впереди у нас 2 месяца Июль и Август Которые мы будем по этим ценам жить Не знаю, как по таким ценам Можно будет жить 6 часть года Просто это контраст еще очень большой То есть если мы приехали бы из России сюда Был бы не такой контраст Но после Турции Когда мы смотрели Блин, как дешево Как на заправках все дешево Как везде все дешево Да мы можем тут просто шоковать Уже не то Было бы, ну во сколько там Чем в России В среднем там полтора-два раза получается А с Турцией в 3, да, я думаю, получается А с Турцией в 3 раза Поэтому с Турцией очень большой контраст Там мы могли за, не знаю, за 10 лир Мы там могли просто пировать И в супермаркете закупиться нормально Очень хочется в Турцию Ты представляете Что, прям тут? В синячке В общем-то Дорады Ну вот ничего Такого в ней я царского не заметил Надо почитать Может у нее что-то суперполезное есть Но вот почему-то она считается элитной Она дорогая рыба Надо почитать Не знаю вообще Тут был чистый дексаметазон Не как в прошлый раз Мне дали бетаметазон У нас было два пакетика травы 75 ампул мискалина 5 пакетиков дейтиламил-лизергиновой кислоты Ну, в общем, штырняк должен быть лучше Ну, в общем, потому что сегодня делать Пацаны Это алоэ Вот это в натуре алоэ Какие маленькие иллюзии Какие большие алоэ Жара просто нереальная 29 градусов Но такое ощущение, что 48 Как в бане Субтитры делал DimaTorzok 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 Уже после я узнал, что тайцы Это, которые живут в Таиланде Вытаскивают иглы морских ежей С помощью обычной стеклянной бутылки Они бьют по игле, как бы разбивая ее И поливают все это дело соком лайма Говорят, что после этого Игла либо сама выходит Либо растворяется в коже В интернете полно подтверждений Тому, что этот способ работает Но далеко не факт, что находясь там И зная этот способ Я бы предпочел его Я тебя взял в л avez-в Quest О Боже Не выдер gives you Я беру, начинаю тащить И она срывается Я дергаю, или она срывается? Не дергаю, она срывается Прикинь? Не выдери уже это бревное Дро Nov Внуха болела сильнее. Ладно. Ну кусочек второворотнее. Не больно же сейчас? Сейчас нет. Сейчас будет больно, да? Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Надейся и жди. Я хер знает, как так можно загнать. Нет слов. А-а-а. Да что, Боже, ты мне приплал. А-а-ай. А-а-ай. На. Бревно свое. Разве завяжи ее налитой вот салфеткой прям? Как вы себя чувствуете больной? Это очень больно. О, у тебя уже не спал. Блин. Еще и укол. Субтитры сделал DimaTorzok Мы покидаем остров Левкада Он нам запомнился, наверное, только мысом Все остальные пляжи только на друга похожи Дальше мы пилим на остров Пелопонез Там начнутся всякие раскопки, археологические древности И всякая остальная музейная древняя история Но мы раз в Греции, мы должны ее посмотреть Возможно, что-то нам понравится, что-то не очень Но с морем мы на некоторое время прощаемся Пиво 4 евро Сыр 4 евро Все 4 евро Пора снимать еврики Еврики, еврики, еврики Знаешь, вот эти деньги, они просто даже в кошелек не влазят Вот куда мне, куда мне их засуды, блин Вот что мне с ними делать Опять же Сняков Банк, офигенно К любому терминалу подходишь вообще в любой точке мира походу Снимаешь бабосик и все, ни комиссии, ничего Очень круто Что ты сейчас сделала со своим Альфа-банком? Здесь это Альфа-банк, но он 40 комиссий нараст Вот А со Сбербанком? Это, кстати, не реклама, я уже пользуюсь Сняковым лет, наверное Очень давно пользуюсь До вот этих всех там пертурбаций Вот этих всех Деньги сняли, продукты купили Осталось заправиться И, в общем-то, зарплата за месяц ушла Как здесь жить? Пляжи, не знаю, великолепные Но если все убрать и оставить там деревья, природу, горы, скалы И даже дороги То это Крым Не в восторге я, в общем-то, от выбора продуктов в супермаркете Все обычное, стандартное В Турции у меня вызывало какое-то... Ну, не знаю, может, цена так сказывала Что там так все дешево Все сырые, все... Ну, все изделия Единственное, что сосиски мне, наверное, в Турции не совсем понравились Потому что, скорее всего, они были соевые Остальное очень вкусное Я все смотрел на дизель И не обращал внимания, сколько стоит 95-й А 95-й, между прочим, стоит евро 80 То есть, если бы у нас был бензин, а не дизель То залить полный бак нам бы стоило 11 тысяч рублей 11 тысяч рублей, чтобы проехать, ну, где-то, особенно по таким дорогам, ну, километров 700-800 Хорошо, что у нас дизель, и нам это где-то на 20% 25% стоит дешевле И хорошо, что по Греции мы немного едем Но впереди у нас Исландия с Норвегией Там мало не поездишь, так что пипец, конечно А это половина литра-то много? Попробуй через другое место ходить? Нет А если на уху накапать? В кровь он должен попасть В кровь? То есть... Блин Ты сама это сделаешь, наберешь? Да, я тебе наберу А там литра-то надо еще выпустить, чтобы воздуха не было, да? Воздуха Это ж там вообще можно откопытиться Нет, ты не откопытишься Да, если в воздух порой попадет? Возьми 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 Укол в задницу Добро Еще никогда я этого не делал Еще и в жаркий солнечный день Вечер Причем надо тебе сделать это резко То есть ты должен подкнуть так, что ровно одна треть осталась на поверхности Прешь, резко, бомб, и все, это его уровни Видите, как я пойму, что она входит, я же должен туда медленно вставлять? Нет, ты делаешь так Самое существенное, ты должен тебя делать быстро Ты просто берешь и пыу Так если она войдет до конца Чуть-чуть подвытащил, медленно уже подвытащил, лучше сразу В смысле? А почему нельзя? Ну почему нельзя до конца? Ну если вот она вошла до конца Наверное глубоко упадет лекарство Это не лучший вариант Дальше, когда ты вводишь лекарство, ты должен А что с тобой не случится точно? Нет, ты должен делать это очень медленно Вот лекарство ты прям медленно, медленно, медленно Водишь и резко вытаскиваешь шкуль Резко прям Глава у тебя должна зайти четко под 90 градусов Тогда все получится Мне тоже первый раз было страшно делать его Блин Комера, запомни это место Вот здесь я сделаю все Первый пол Вот прямо вот здесь, где-то в Греции Слушай, может правда не надо, я прям реально Слушай Ты самой не страшно тебе будет делать, чувак Вместе-то не было шприца Пипец Ты знаешь как их ломать, нет? Нет Нормально Нормально Еще раз это возьми штуку, пожалуйста В обморок не упади, пожалуйста С людям хорошо отношусь, понимаешь? Потянись, потянись Потяни просто на себя мне неудобно А смотри снизу пузыри А снизу пузыри А снизу пузыри А снизу пузыри Все нормально В смысле все нормально Это и избушка, да, получается? Подожди, а вот эти снизу пузыри И смотри, вон пузырь Все Все нормально Все нормально Я вот только что выпустила воздух Вот, вот, вот Вот, вот А вот это пузыри Да куда с тут лекарством? Да куда лекарства вы? Я ж не знал, что на клико нажимается Ален Твет Пузырек Это нормально Да не нормально Я не помру от этого Денис, успокойся Возьми себя в руки Подожди, давай вот этот пузырек Вот так тихонечко Ты сейчас лекарством не все будешь Да правда нельзя с пузырьком Не трогай его Ален, вот я всегда Я слышал, нельзя с пузырьком А когда ты вот так вот делаешь, ты выпускаешь Вот сейчас смотри Вот этот пузырь Давай этот выпустим Это все лекарство Ты его не выпустишь Посмотри, остался один миллиграмм лекарства Один из двух Я ж не знал, что он так легко Ну так и все, на возьми в руку Да вот это-то выпустим Ты сейчас нажмешь, и все лекарства мне Стожи, тихонечко Вот он, смотри, вот он пузырек Вот все Все Так, на четвертеньке, да? Вот так то есть? И вот так? Да Так, вот сюда Приметил место? А вот просто Пыр... Третье Стоит Давай под девяносто градусов Вошла? Ты водишь лекарственную? Лышишь? достижение разблокировано все две трети было сразу вогнал видишь да нормально не больно было нет вообще замечательно улочка видишь не все так сейчас болит правда а это я может туда попал кровь пошла сильно нет может я неправильно сделал это я плохо сделал а у тебя в прошлый коробка было больно хочу хромаешь а тогда из аптеки вышка не хромала я плохо сделал что вот так точно ничего не болит нормально все хорошо точно вот и но и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok